А в Николаевской области госслужбы отказали 75-летней пенсионерке в оформлении субсидии. Женщина получает всего 1500 гривен в месяц, спросила субсидию на УГО для отопления дома. Почему соцслужбы не дали добро, разбирался Кирилл Ищишин. Зоя Фёдоровна, 75, всю свою жизнь она проработала дояркой в колхозе. Прошлой осенью пенсионерка обратилась в соцстрах, чтобы оформить субсидию. Ей отказали. Помогли дети, раздобыли несколько кубов сухих дров. Я за себя платила меньше, а теперь дети в войне забрали субсидии. Я пенсию трошки получаю, то я могу там литру ливии взять, а в УГО-то уже заросли до 5 тысяч тонн. Я ее возьму, с чего? Как я буду 4 месяца или 5 складывать на дров. В соцслужбе свой отказ выдать субсидию объяснили тем, что пенсионерка якобы работает и ежемесячно получает еще и зарплату. Сын стал разбираться. Оказалось, его мать числится на полставки в местной агрофирме. Их претензии там проигнорировали. Тогда семья обратилась к правоохранителям. Полицию мы написали заяву еще на 4-10-16-го. Уже сколько времени прошло и никаких, как бы сказать, сдвигов по этому делу немало. Дело не сдвинулось с мертвой точки и после подачи заявления в прокуратуру. В полиции говорят, заминка произошла на этапе оформления выемки документов. Директор агрофирмы отказалась объяснять журналистам, зачем оформила к себе пенсионерку. За год на Зою Федоровну списали 7 тысяч гривен зарплаты. Это указано в налоговой декларации. Из-за махинации женщина не сможет оформить субсидию на электричество и в летний период. Я думаю, что если полиция правильно провела дело и разобралась, то, наверное, еще не одну мертвую душу там бы нашли. Родным Зои Федоровны остается только догадываться, зачем кому-то оформлять пенсионерку на работу и платить лишние налоги. В семье Кравчуков надеется, что после огласки в СМИ делу все же дадут ход. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер Николаевская область.